Доброе утро, ребята. Приветствую вас на финансовых рынках. Дождались мы наконец-таки интересной торговой сессии, хотя в принципе последние дни они все интересны, учитывая динамику по рисковым инструментам. Но сегодня у нас самое, пожалуй, важное событие даже, может быть, не недели, а последнего месяца. Сегодня, как вы прекрасно знаете, нас ожидает публикация процентной ставки. Традиционной конференции после этого не будет, но по оплату публикации уверен, что мы услышим о некоторых комментариях касательно перспектив денежно-кредитной политики Соединенных Штатов Америки. Традиционно давайте начнем с российского рынка, посмотрим на динамику рубля и параллельно на котировки нефти. Если говорить про нефтяной ресурс, то сейчас мы сможем увидеть, как Brent фактически торгуется на цене закрытия прошлой торговой сессии. Вчера сессия была волатильной, но в целом также рынок закрылся на уровнях, с которых и начал торговый день. Актуальная котировка на текущий момент, кто мне подскажет? 64,5. 64,5. В целом, говоря про фундаментальный фон и что же интересного сейчас у нас есть в плане новостей по перспективам нефти. Вчера, как вы знаете, был опубликован отчет по запасам, это частная оценка института АПИ. Следили за этим отчетом? Запасы, ребята, как мы и предполагали, снова увеличились на фактически 4,5 миллиона баррелей. Значит, в целом у нас есть основания предполагать, что и официальная оценка, официальный релиз и прогноз, который будет опубликован сегодня вечером, также будет сигнализировать об увеличении запасов АПИ Кушинги. Поскольку нефть, в принципе, если отследить тенденцию последних недель, демонстрирует явный бычий сигнал, уже находится в районе 65 долларов за баррель, мы с вами обозначали возможность того, что это развязывает руки сланцевым производителям, для того, чтобы снова сконцентрироваться на привычных для Соединенных Штатов Америки способах и методиках разведывания запасов улеводородов. И если несколько месяцев назад мы констатировали снижение буровых вышек, которые занимаются сланцевым разведыванием, фактически за 4 месяца, за первые полтора месяца 2015 года и за последние 2,5 месяца 2014 года, количество буровых снизилось с 1400 до фактически 900. Серьезное падение, вы прекрасно знаете, с чем это связано, поскольку снижение цен на нефть ниже 60 долларов за баррель заставило предпринимателей сворачивать этот бизнес, поскольку он уже был нерентабельным и убыточным. Поскольку цены на нефть сейчас снова оказались выше вот этой планки рентабельности, появились разговоры о возможности снова реанимации этого производства, и в качестве как бы ответа вчерашнего стоит привести комментарии замминистра нефти Саудовской Аравии, который как бы отреагировал на те риски, которые обозначили мы. Ну, разумеется, это более детальная оценка текущей фундаментальной картины, но в целом эти комментарии сводились к тому, что ОПЕК будет продолжать сохранять прежние объемы выработки, и на текущий момент по факту последнего заседания ноябрьского объем дневной добычи в рамках всех производителей ОПЕК в день сколько составляет нефти? 30, даже с небольшим. Фактически, вчерашний комментарий Саудовской Аравии можно расценивать как факт того, что на приближающемся заседании в июне эта планка останется на прежнем уровне, поскольку цены сейчас на нефть располагают, опять же, продолжению добычи в США, а ОПЕК не хочет уступать привычную для них экспансию на рынке и долю, свойственную для этого нефтяного картеля. Они, разумеется, будут отстаивать свою позицию, поэтому даже несмотря на локальные восходящие амбиции бренда WTI, несмотря на комментарии, оценки того, что нефть имеет предпосылки для того, чтобы сохранить этот восстановительный импульс, вы прекрасно должны понимать, что есть и негативный фактор, в данном случае со стороны ОПЕК, который в ноябре уже оказал медвежью услугу всему рынку, и эта ситуация может повториться в любой момент, сейчас. Если Саудовская Аравия, к примеру, сообщит об увеличении объемов добычи в нефти, если мы увидим еще дополнительные признаки слабости Китая, либо снижение спроса со стороны мировой экономики. По-прежнему, долгосрочное позиционирование предполагает возможность, соответственно, ослабления нефти, и плавно можно перейти к российской валюте, обозначить, что если цены на нефть снова вернутся к прежнему коррекционному каналу, рублю не сдобровать, поскольку это реальное основание для возобновления девальвации, и сейчас все больше разговоров в пользу того, что рубль будет продолжать сейчас, скажем, пользоваться последними факторами локальной поддержки, но они очень быстро сойдут на нет, практически уже в самое ближайшее время. Поэтому в качестве цели по паре доллар-рубль у нас какая отметка? 55-60, пока мы смотрим на эти рубежи. Налоговый период завершен, выбираем эту тему до конца следующего месяца, поэтому если сделать ставку на ту поддержку, которой пользовался рубль, по итогам заключительных торговых сессий прошлой недели, это, разумеется, была поддержка, связанная с тем, что экспортеры скидывали валютную выручку и запасались рублевыми средствами для того, чтобы исполнить свои обязательства налогового формата. Понедельник-вторник позади торговой сессии среды, и можно уже не обращать внимания на факты налогового периода, поскольку львиная часть налогов уже также осталась в истории в рамках прошлого месяца. Что касается нефти, пока неясно, как будет развиваться ситуация в подкосрочной перспективе, можно, конечно, делать ставку на сохранение восстановительного импульса, но нефть сейчас очень опасный инструмент, поскольку в случае возобновления коррекции она может оказаться весьма существенной. И поскольку рубль чувствителен к динамике черного золота, соответственно, коррекционная динамика может быть использована для большего давления на позиции российской валюты. Сутки остались до самого важного для российской валюты события последнего месяца. Это заседание Центрального банка России, на котором, как и ожидается, будет снижена процентная ставка, может быть, даже на 1,5-2% пункта. Сейчас у нас ставка на уровне 14, соответственно, если ее срежут на 2% пункта, можно будет говорить о еще серьезном риске для перспектив российской валюты. Вчера детально остановились на тех возможностях, которые открываются перед Центральным банком. Есть ли у нее основания для коррекции монетарной политики? Мы пришли к выводу о том, что, да, сейчас созданы все необходимые условия для того, чтобы Центральный банк проявил подобного рода решительности, и через снижение процентной ставки помог экономике, простимулировал потребительскую активность, процессы кредитования, и в целом, скажем, воспользовался тем мандатом, который находится в формате его монетарного руководства. В общем, помог экономике. Сейчас в качестве помощи стоит ожидать, конечно же, смягчения условий кредитования, поскольку это автоматическое снижение стоимости заимствования на внутреннем рынке, и вы прекрасно знаете, что по причине актуальных вопросов касательно финансо-экономических санкций и внутренний рынок для корпоративного сектора – это единственная среда, где можно еще занять деньжат. Лучше бы, чтобы ставки там были не совсем крутыми. 12% – нормальная ставка на текущий момент, если скорректируют ее на 2% пункта. Больше, на мой взгляд, может быть снижение, но ниже 12% также пока не рекомендуется, поскольку если ставка просядет еще сильнее, это может быть чревато рисками еще большего инфляционного давления. Инфляция, как вы также прекрасно знаете, сейчас не нужно в плане усиления этих рисков. Текущие актуальные показатели по индексу потребительских цен на каком уровне? Хотя бы приблизительно. На самом деле ситуация не изменилась, ребята, с прошлых нескольких недель. Ну, сколько? Около 17%. Высокие риски. Поэтому, опять же, не нужно, чтобы были созданы дополнительные риски для разгона инфляционного давления. Очень важно, что на этом заседании будут присутствовать министры финансов и Минэкономразвития. Традиционно, обычно, скажем, в ходе голосования эти высокопоставленные чиновники не посещают данное событие и мероприятие. Может быть, это связано с тем, что будет предпринята попытка все-таки пролоббировать решение касательно большего смягчения монетарной политики. Если вернуться к последним комментариям Силуанова, он ясно же отмечал, что сейчас рубль перепуглен, и еще большее усиление позиции российской валюты будет иметь уже негативные последствия для российской экономики. В общем, ребят, в любом случае ждем снижения процентной ставки. Вопрос в том, насколько это снижение будет крутовато, но в целом ждем как раз неплохой фактор для разброски рубля. Идем дальше. Евро-доллар. Думаю, что в ходе брифинга, наверное, евро уже протестировал. Может быть, даже сопротивления 1.10 или еще нет. Но рядом с этой отметкой продолжает находиться. Поэтому, в принципе, наша срочная идея касательно того, что импульс евро-доллар продолжит пребывать в зеленой зоне и сможет достигнуть уровня ближайшего сопротивления, 1.10 эта идея практически себя уже изжила. Соответственно, дальше на что следует ориентироваться? Прежде всего, очень много будет зависеть от сегодняшних фактических решений со стороны ФРС. Поскольку пересмотр о процентной ставке, разумеется, не подразумевается еще слишком рано. Ну, по крайней мере, в рамках этого месяца никто не надеялся, что монетарная политика может быть скорректирована. Но вот заявление о том, в каком же формате будет развиваться дальнейшая передная политика, и когда же все-таки ожидать повышения процентных ставок, они уже будут определяющими. Судя по вчерашней динамике рисковых инструментов, мы видели, как, в принципе, и евро, и фунт, и австралийцы показывали чудеса восстановления. Там пахнет даже уверенным пробоем важных уровней сопротивления, даже создаются условия для того, чтобы этот тренд продолжится и дальше. Но, опять же, поскольку мы видели вчерашнее восстановительное движение, это может связать с тем, что рынок сейчас начинает руководствоваться следующими фактами. Последняя слабая макроэкономическая статистика по США создает условия для того, что мы не увидим хороших данных по темпам экономического восстановления, а сегодня первым важным макроэкономическим релизом дня перед ставкой будут как раз данные по ОВП. Консенсус прогноз сейчас около 1%, прошлые показатели были в районе 2%. Негативные ожидания, в принципе, на фоне последних слабых макроэкономических данных, рынок недвижимости, помните прошлый Non-Farm Perils, рынок труда по еженгельным заявкам на посоле по изработице, потом потребительская активность, прошлый Мичиганский индекс, они могут стать причиной негативного пересмотра показателей по главному индикатору экономического роста в стране, ВВП. Если ВВП будут плохие, соответственно, будут основания для Федеральной резервной системы убрать формулировку касательно того, что повышение процентной ставки может произойти в самое ближайшее время, а самый ближайший срок это когда мы с вами ожидаем? Сентябрь или июнь. Это уже сентябрь, но мы с вами делали ставку на июнь. И сейчас, на самом деле, этот ориентир еще не убран из повестки возможных суждений со стороны ФРС. Сегодня, еще раз повторю, очень важно будет обратить внимание на факт, конкретную формулировку со стороны ФРС. Если они сообщат о том, что повышение ставки в июне маловероятно, значит, разумеется, можно будет убирать из фокуса ожидания по коррекции монетарной политики эти сроки и переключаться уже на более длительные перспективы. Это сентябрь, октябрь, может быть, даже еще позже, в общем, конец 2015 года. Соответственно, если на июне, а в плане монетарной решительности, будет поставлен крест, то, разумеется, для американской валюты это поддержка, либо очень серьезный фактор разгрузки. Напомню, что ожидание по повышению процентной ставки в июне – это бычий сигнал для доллара. Поэтому, если ФРС убирает этот сигнал из фокуса инвесторского внимания, значит, доллару снова придется уступить позиции не только рисковому инструменту, но и своему традиционному, одному из главных защитных оппонентов японской валюте. Текущая актуальная котировка в районе 118,80 по доллару и японской июне. 118,80 – это очень неплохой уровень поддержки для этой валютной пары. Поэтому, если по факту сегодняшнего решения по ставке мы увидим, если пара активно преодолеет эту поддержку, закрепится ниже, то, соответственно, у нас открывается дорога для схождения еще к более серьезным нисходящим целям, которые сейчас обозначены в районе 116,30. Но для того, чтобы сделать ставку на возможность еще большего коррекционного снижения, необходимо все-таки получить сигнал со стороны ФРС. Поэтому сегодняшняя торговая сессия, она будет интересна с точки зрения волатильности, но очень опасна, если принять преждевременные решения. Что касается европейской валюты, уровень 1,10, как я уже сказал, является очень неплохим уровнем сопротивления. Разумеется, если мы будем отталкиваться от того сценария, который я, по сути, сейчас обозначил, как потенциальная слабость для американской валюты, рисковые инструменты используют это во благо себе и смогут сохранить восстановительное движение. Если евро-доллар закрепится выше уровня 1,10,50, какой, как вы думаете, следующей целью может стать для этой валютной пары? Посмотрите на дневках следующий уровень сопротивления. Это район, там поменьше есть уровень, поближе, 1,12 с небольшим. Это может действительно быть обозначено в качестве следующей цели для европейской валюты. В то же время, если ФРС все-таки оказывает поддержку американскому доллару, не сняв с фокуса ожидания по коррекции монетарной политики ближайшие сроки, я имею в виду июнь, может быть даже сентябрь, доллар попытается отыграть по возможности как можно больше пунктов против своих основных конкурентов. И значит эти краткосрочные идеи, аргументированные техническими сигналами, можно будет оставить пока про запасы. Все-таки уступите дорогу фундаментально обоснованному росту для доллара. Хочу привести вам цель от Bank of America, которые предлагают, в принципе, снова обратить внимание на прежние ожидания по перспективам пары доллара и японская иена. Напомню, что когда мы обратились к их отчету, это было первый раз около двух месяцев назад, они руководствовались с целью 128. Сейчас планка по потенциальному битэк-профиту несколько снижена, поскольку в качестве ближайшей цели по доллару и японской иене они все равно ставят возможность движения в районе 125, но не исключая как раз вероятность возобновления коррекционного импульса, предлагают на фоне длинной позиции поставить стоп-лосс в районе 180-20. Это, напомню, цель от Bank of America. Что касается JP Morgan, то также обозначают все-таки больше оснований для возобновления коррекционного движения европейской валюты, но, в принципе, JP Morgan в плане коррекции евро аргументирует на свое решение теми же самыми факторами, что и мы, но это позиционный трейдинг для тех, кто может выдержать локальную просадку. Что касается краткосрочных ожиданий, то, в принципе, я вам уже эту идею обозначил. Это идея касательно ослабления американского доллара и возможности движения выше уровня 1.10.50, откуда можно попробовать краткосрочный трейдинг. По евро-доллару и доллару-японской иене есть вопросы, ребята? И еще в качестве позитива для главного валютного риска сейчас обозначают отсутствие новостей по Греции, поскольку в целом ждут какого-то негатива. И понятно почему, поскольку завтра Греции необходимо, напомню, исполнить обязательства в рамках национальной экономики по выплате пособий, пенсии, заработных плат. На какую сумму, ребята? 250 евро. Нет, обязательства на внутреннем рынке 2 миллиарда евро. А вот ты сказал про как раз перед МВФ. Это первый транш долга, который они должны погасить. Тоже, ну, не буду сейчас точно говорить, когда завтра или 1 мая, но, в общем, вот уже со дня на день. 200 миллионов евро. Следующая дата 12 мая, когда Греция должна выплатить МВФ уже 750 миллионов евро. И июнь там еще 1,6 миллиарда. Поэтому долг, он существенный. Я думаю, что если мы посмотрим других представителей тройки международных кредиторов, также найдем обязательства, которые есть у Греции перед ними. И в целом это указывает на то, что долговые обязательства должны быть исполнены, но средств ликвидности для этого пока нет. Вот почему столько внимания сейчас уделяется возможности достижения компромисса и соглашения с тройкой международных кредиторов. Помните, что еще по итогам обвяченной торговой сессии в понедельник идея была подкреплена, что Греция должна предоставить пакет реформ средств, то есть уже сегодня. На текущий момент этого пакета реформ нет, и я думаю, что мы вряд ли услышим о том, что он будет предоставлен Еврозоне, МВФ, ВИЦБ, комиссии в рамках сегодняшней торговой сессии. Поэтому неопределенность сохраняется, но, опять же, без негативных новостей пока не нужно. Руководствоваться возможностью для коррекции евро этой идеи. А сейчас стоит обратить внимание как раз на формулировки ФРС. Еще две минуты про перспективы фунта. Откройте, пожалуйста, против доллара. Вчерашняя торговая сессия была интересной для британской валюты публикации данных по ВВП. Мы увидели то, что показатель оказался хуже прогноза в моменте реакция британской валюты коснулась того, что пара скорректировалась примерно на 50-70 пунктов до уровня 1.51.70. Но что произошло потом? Потом, когда рисковые инструменты стали, опять же, закладывать в собственную стоимость ожидания того, что нас ожидают очень плохие данные по ВВП и совсем оттянутые сроки по повышению процентной ставки. Поэтому вот этот негатив по ВВП, он сразу же сошел на нет. И пара фунтов, посмотрите, до какого уровня добралась. 53 с небольшим, даже сейчас, может быть, еще выше. Почти 54. Поэтому 51.70 это по факту вчерашних слабых данных по ВВП. И 230 пунктов за полтора дня. Вот такой вот выстрел наверх. Также давайте посмотрим с вами на уровни ближайшего сопротивления. Сейчас этот уровень чуть выше 55. Вполне возможно, что фунт сейчас руководствуется вполне амбициозной целью, учитывая текущий рост еще до публикации ставки ФРС, добраться до этого значения. Если в целом посмотреть на динамику пары фунта доллар, там имеется довольно-таки широкий коридор. Фунт доллар это уровень 1.50 и 1.55. И сейчас, как раз на фоне неопределенности, опять же, момент истинный и для британца. Если поступают слабые сигналы для доллара, значит мы увидим в ближайшее время закрепление выше 1.55. Если американец будет на коне по факту предстоящих отчетов и предстоящего отчета по процентной ставке, значит фунт доллар у нас основа вернется к тем коррекционным тенденциям, которые были обозначены ранее и уже поищем в качестве потенциальных целей уровни несопротивления, а поддержки. Ясно? Вопросы есть? Анатолий, на нашем канале есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, на основании чего австралийцы так подрос по отношению к доллару? На основании того, что снова смещен фокус внимания касательно снижения процентной ставки, если раньше рынок руководствовался тем, что ставка в формате Резервного банка Австралии будет снижена до минимального уровня 2% уже в ходе ближайшего заседания, напомню, что оно состоится 7 мая, сейчас, в принципе, интерес к этому событию несколько растерян. А второй фактор – это данные по состоянию рынка труда и неплохой инфляции, которые также несколько оттягивают сроки очередного снижения процентной ставки. Может быть, трейдеры делают, скажем, бросают вызов Резервному банку Австралии, тестируя его нервы и пытаясь поднять валютную пару еще выше. Помните комментарий Глена Стивенсона, который отмещал, что чем выше австралиец, тем больше вероятности для снижения процентной ставки. Сейчас австралиец уже крайне высок, поскольку мы видели обновление сопротивления в районе 0,8. Подскажите, пожалуйста, актуальную котировку OutUSD. Может быть, даже еще выше. 79,96. В районе 0,8. И я думаю, что сейчас, опять же, учитывая то, что я сказал, для австралийца, в принципе, как и для всех рисковых инструментов, момент истинный, зависящий от перспектив американского доллара. А в целом для позиционного трейдинга ожидания не меняются. И если мы посмотрим на те цели, которыми руководствуются инвестиционные компании, все-таки больше сейчас позиционирование идет в пользу коротких сделок. Ближайшая цель, а сейчас уже не такая близкая, но вполне оправданная и обоснованная, это 0,75. Чем выше австралийцы забираются сейчас, тем более, скажем, лучшие возможности формируются для занятия коррекционных сделок. Особенно интересно для тех, кто еще не рассмотрел этот актив с точки зрения коротких позиций. Нужно. Да, тоже интересная пара, учитывая то, что вчера мы анализировали комментарии руководителя Банка Канады Полоза. Странная, конечно, риторика у него, по сути, меняются настроения даже в формате его суждений практически каждую неделю. Если до этого он закладывал снижение цен на нефть, которую мы видели на протяжении, скажем, практически всего 2014 года, как фактор, еще не сказавшийся негативным образом на перспективах канадской экономики, сейчас уже вроде бы как нащупаны какие-то основания. Но, опять же, Полоза сделал ремарку касательно того, что не нужно сейчас ставить на еще больше укреплений канадца тогда, когда неясна перспектива с нефтяным ресурсом. На самом деле, точно такие же комментарии используют и российские власти, предполагая все-таки возможность возобновления коррекционной тенденции по нефти. И если это случится, значит, для сырьевых валют, к которым относится и канадский доллар, наступят не самые приятные моменты, поскольку придется снова сдать американцу все те пункты, которые удалось у него отбить. И еще мы не получили обновленной оценки от Международного валютного фонда, который более объективно анализирует перспективы канадской экономики и, в принципе, всех развитых рынков в перспективе нескольких лет. Я думаю, что этот отчет будет более интересным. После того, как мы увидим фактические цифры, можно будет говорить уже о том, смогут ли в рамках Канады сохранить ближний восстановительный темп. Я считаю, что нет. И в случае уровня 1.20, кстати, сейчас какая котировка? 1.20. Предлагаю занятие лонг по USDCAD. Спасибо. Большое спасибо за вопросы, ребят. Ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале о Маркетсе. Оставляйте ваши вопросы под видео к нему. И подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.